Надо сказать, что вообще у самого художника, родители, вернее, не родители, а отец, у него был военным летчиком, его братья были военными летчиками. И вот, видимо, с этим связана страсть, любовь к такой милитаризации, да, в Маргии. Несколько, посмотрим, кадров, которые связаны с Ямата, крейсером. Еще один очень популярный персонаж, это Капитан Хаббл, это Космические Игра, вот этот замечательный череп. Ну, надо сказать, что Рей Цинь не является актором каких-то таких очень завернутых сюжетов, каких-то философских сюжетов, каких-то сложных сюжетных ходов. И, в принципе, ничего этого нет. Сюжеты интересные, захватывающие, но в них, в принципе, нет ничего естественного. Он интересен другим, он интересен созданием персонажей. Вот персонажи, которые Рей Цинь создает, они действительно, ну, можно сказать, что они неповторимы. И вот эти образы, созданные его рукой, они потом, впоследствии, опять же, накладывают отпечаток на творение следующих мандатов, которые, ну, последующих поколений. Вот еще одна такая популярная серия, которая связана с Галактическим Экспрессом 999. Конечно, вот эти фантастические женщины с такими замечательными глазами, растрепанными волосами, они производят очень романтическое впечатление. Ну, начало карьеры Гензина Кадзавы было вполне классическим. Он рисовал, опять же, всякие разные фантастические и приключенческие сюжеты, если бы не одно маленькое ему. Все дело в том, что Гензина Кадзавы пережил бомбардировку Хиросимы. Надо сказать, что, как это ни странно, отношение в Японии к людям, которые пережили атомную бомбардировку, было не совсем однозначно. Очень часто таких людей, ну, можно сказать, как бы изгоняли из общества, то есть они считались, ну, к ним боялись прикоснуться. То есть была как бы такая стена. И Гензина Кадзава был вынужден, переселившись в Токио, скрывать свое прошлое. То есть он не афишировал то, что он является жертвой этой бомбардировки. Еще извинилась после того, как от лучевой болезни умирает его мать. Это, конечно, производит на него огромное колоссальное впечатление. Он не может держать в себе эмоции, он не может держать в себе переполняющие его чувства. И он выпускает, вернее, не выпускает, а рисует мангу, которая называется «Айсовым». Я это видел. Я являюсь свидетелем. Я являлся свидетелем этого. С этой мангой он, ну, я не могу сказать, что он обивает пороги множества издательств. То есть, естественно, много было отказов издателей. Боялись публиковать мангу, которая связана с бомбардировкой Керосина. Но, в конце концов, одно небольшое независимое издательство все-таки взяло на себя ответственность, взяло риск выпустить эту мангу, и результат просто, как бы, ошеломил. Керезина Кадзава стала получать огромное количество писем. То есть, люди просили его рассказать более подробно о том, что он пережил. И вот после этого, после вот этой реакции, то есть, стало понятно, что эта тема очень наболевшая, что она очень важная, что она очень актуальная. На Кадзава начинает выпускать серию манги, которая называется Басаноги Гэн. Басаноги Гэн, вот такое простое название. Она рассказывает о обычном японском мальчишке, который растет, живет в Хиросиме. У него обычное детство, обычные друзья. Но все изменяется, все меняется после того, как происходит ядерное издание. Вот этот ужас, этот кошмар, он, с одной стороны, передается такими минималистическими средствами, с другой стороны, он просто, ну, как бы поражает вот своей яркостью, поражает своей эмоциональностью. Причем, надо сказать, что вот эта манга Басаноги Гэн, это не просто описание взрыва, описание вот этих ужасов, описание трагедий. Это огромное произведение, которое насчитывает, ну, я, честно говоря, не помню сколько, но порядка десяти томов, вот примерно такой толщины. То есть это описание, опять же, жизни, описание отношений, описание того, как люди борются с этой трагедией, как люди меняются вот в результате всего происходящего, и что с ними происходит. То есть это целая эпопея, эпопея, которая описывает японию вот того периода, периода ядерного взрыва, и взаимоотношения людей, которые пострадали от этой ядерной бандеровки. То есть, конечно, вот Басаноги Гэн, это та манга, которая является одной из таких, ну, как бы, очень, как бы, очень значимых явлений. Мы видим вертикальную линию, которая отделяет мирную жизнь от того, что произошло после взрыва. Вообще, тема энергии, да, тема техногенности, тема апокалипсиса, тема трагедии, она японцам очень близка. И вот Касухиро Атома, который написал мангу, Акира, на фильмах которой потом был снят мультификационный фильм, он тоже обеспокоен в будущем. Он рисует Токио, но это не обычная Токио, это Токио будущего, Токио, а называется оно нео-Токио, Токио, которая стоит, ну, если можно так сказать, на грани, такой вот техногенной катастрофы. Акира, ну, это энергия. Экта энергия, то есть, с одной стороны, люди будущего, они занимаются изучением технологий, да, они занимаются изучением каких-то вот таких, ну, технологических моментов, технологических аспектов, но, плюс, ко всем и прочим, он все-таки еще имеет место и мистические силы. И вот и Касухиро, они как бы балансируют на грани технологии и миссии. Опять же, занимает художника вопрос о силе, о силе и о том, что человек может сделать с этой силой. То есть, обычный парень, обычный подросток, обладая такой силой, он становится, ну, как бы сверхчеловеком. И вот что, как он будет эту силу использовать, это, конечно, такая очень важная, очень актуальная тема. Так, смотрим, что здесь, у нас отменены, хорошо. Естественно, если мы говорим с вами о аниме, или мы говорим с вами о манге, нельзя обратить внимание к аялоу Мияцахи. Ну, это классик. Надо сказать, что Мияцахи родился в очень богатой, состоятельной семье. Владела эта семья Мияцахи Airplane, то есть, это корпорация, которая занималась авиастроительством. И вот, опять же, по сути, Мияцахи тоже должен был стать частью этого клана, клана Мияцахи, возглавить эту, например, корпорацию. А вот, но он избирает совершенно другой путь, он занимается тем, что ему близко, тем, что ему дорого. И опять же, ломаем вот эти японские стереотипы, о том, что все японцы, как мы говорим, должны идти по одной линии, по одной прямой. А вот он становится мультипликатором, ну, с самого детства, со школы. Мияцахи рисует, комиксы рисуют мангл. Вот одна из таких его первых серий, это Носика из Дорины Ветров. Его манера, его манера, она сразу узнаваема, очень легкая, очень такая акварельная, прозрачная. Вот, в отличие от Акиры, в отличие от Акиры, герои Мияцахи, они находятся в гармонии. То есть, основная идея, основная задача Мияцахи показать то, что человек и природа должны находиться в гармонии. И нельзя, как бы, говорить о каком-то доминировании, либо человек должен быть повелителем, да, во Вселенной, либо, наоборот, человек должен быть, как бы, угнетен природой. Вот, очень такой показательный, характерный момент, это «Мой сосед, тот урок». Очень просто, «Мой сосед». «Мой сосед» — это тот, кто живет в реальном. То есть, вокруг нас, наших соседей, те, кто находятся рядом с нами, это могут быть просто фантастические существа, и нужно действительно уметь их видеть. И задача художника — научить зрителей видеть вот эту удивительную фантастическую жизнь, которая развита вокруг нас. Замечательные персонажи, которые, опять же, балансируют на грани восточной и западной традиции. Теперь мы с вами поговорим в конце нашей небольшой лекции о вот таком замечательном художнике, которого зовут Акаси Мураками. Акаси Мураками, он превращает в мангу, он превращает в комикс, а уже в произведение искусственное. Надо сказать, что Акаси Мураками получил классическое образование. Ну, образование какое? Он является таким вот классическим художником станково-японской живописи, скажем так. Ну, классическая станковая традиционная японская живопись не очень Мураками интересовала, он все-таки решил посвятить себя к манге. Вернее, не манге, а, скажем так, популяризации манги. В принципе, он создает как бы свой стиль, свое направление, которое называет как бы плоское, плоское искусство. Супер-флет, вот как бы это звучит по-английски, то есть супер-плоский. Давайте мы посмотрим с вами несколько его работ. Начинает он, в принципе, как продолжатель Энди Горхола, такая вот традиция поп-арта, очень ярко выраженная. Один из, опять же, его таких вот первых манифестов, если можно так сказать, это логотип. Логотип Такаши. Основа логотипа, это уже созданный логотип фирмы Томия. Томия фирма, которая занимается изготовлением всяких разных моделей, машинок, изготовлением кисточек, изготовлением красок для моделистов. Вот, и Мураками берет этот логотип за основу и вписывает сюда свое имя. И потом он создает вот такого интересного персонажа, которого зовут Допа. Опять же, это такая вот балансировка, да, на грани восточно-западной традиции. По сути, контур Микки Мауса, да, но он совершенно имеет другую, как бы, смысловую нагрузку, другое смысловое значение. И обыгрывается этот персонаж самыми-самыми-самыми разнообразными образами, формами, какие-то он образы и формы не принимает. Вот такие очень милые, до достаточно агрессивных, зубастых. Вот это, кстати, картина, которая называется «Castle of Tintin». Замок Тин-Тин. Тин-Тин – знаменитый бельгийский персонаж комиксов, создан жертв-художником. И вот каким-то образом он совершенно фантастически преломляется, да, в фантазии, воображении Мураками, превращаясь в такое, ну, фантасмагерическое какое-то видение. А вот это дань традиции, да, дань традиции. Вообще вот эта картина называется «724», по-моему, «Бойнс», а нет, «747», «724». То есть это традиционная японская ошибка, на фоне которой мы видим вот этого персонажа, созданного Мураками, которого зовут Док. Вот этот зубатый Микки Маус с огромными глазами. Посмотрим несколько его работ. Обыгрывается. И вот мы здесь видим опять же вот эту грань, грань агрессии, да, и грань такой вот приятности, милости. Тоже очень знаковая для Мураками работа «Кавайи». «Кавайи» — это вот то, что в традиции манги обозначает, ну, как бы сказать, то, что очень такое вот как бы милое, пушистое, мягкое, нежное. Кавайи, вот эти цветочки. Кстати, очень часто можно увидеть вот эти ромашки с улыбками, с глазками, в самых-самых разных формах, в самых разных проявлениях. Дело в том, что Мураками создает огромную корпорацию. По сути, он работает не один, он работает в команде, состоящей из достаточно большого количества людей. И то, что он создает, это прежде всего продукция. Это не просто произведение искусства, это не картины. Это продукт, который направлен на то, чтобы его потребляли. Очень, а мы вот, собственно, мы с вами здесь посмотрели на вот эти кавайи такие цветочки, очень миленькие, а вот перед нами грибы. Опять же, можно провести параллели из взрывов натомной бомбы. Деньги, они немножко такие вот зубатые, то есть присутствует такая скрытая агрессия. Хотя, с другой стороны, они опять же очень билые, очень такие мультяшные, очень симпатичные. Значит, работает долгое время Мураками с компанией Луи Вуитон. Он создает для нее логотипы, он создает для нее такой вот фирменный стиль. И очень много продукции на Луи Вуитон выходит в какого-то обработки Мураками. Вот мы видим такие замечательные чемоданчики с этими незабываемыми персонажами. Обувь, скейты, то есть это прежде всего продукты. Это шовиниры, это могут быть чашечки, это могут быть футболки, это могут быть все, что угодно. Вот такие замечательные куколки. Создает он вот такого мальчика, который должен, по идее, быть другом, другом деток. Но, насколько он дружелюбен, конечно, тут как-то сложно сказать. И вот Мураками в окружении артефактов своего творчества. Ну, шутки шутками. Мураками является вторым художником, вторым художником после Джеффа Кумса. Джефф Кумс он был первым художником, а Мураками второй художник, который выставлялся в Версалье. То есть, можете себе представить, японский художник вот с этими, такими, покемонами, да, выставляется в шикарных, роскошных залах Версалье. Это очень грамотный, очень выверенный ход. Действительно, мы говорили уже о связи Мураками с компанией Луи Виттон. Это роскошь, да, это, как бы, то, что связано с богатством. И где можно найти такое второе место, которое эту роскошь подчеркивает? Версаль. Лучше место не найти. И Мураками выставляется Версаль. Давайте посмотрим несколько фотографий, которые показывают нам творение Мураками на поле Версальского дворца. Вот это называется Овальный Будда. Золотой Овальный Будда. Ну, я могу себе представить, что выставка происходила в 2010 году, вот, и, конечно, она произвела просто огромный фурук. Классическое искусство и вот синтез классического искусства с гиперсовременным, гипермодным, да, гипермодным искусством Японского. Вот это сочетание несочетаемого, оно, конечно, производит просто неповторимый эффект. Очень, кстати, гармонично вписывается, да? Ну, тем не менее, Мураками все-таки остается верен и традициям восточным. То есть он, опять же, в такой гипертрофированной форме он рисует архатов, буддийских святых, и синтез тоже его интересует. Вот мы видим, как бы, таких элементарий, да, элементарий, да, дух огня, дух воды или воздуха. То есть его интересует еще и пластика, причем пластика, опять же, в таких гипертрофированных формах. Вот мы руками на коне своих воений Будда. А вот этого персонажа узнаете? Да. Это Дарума. Вот тот самый Дарума, у нас есть в экспозиции, вот тот самый Дарума, то есть Бадхидхарма, который принес буддизм из Индии в Китай. Обычно его изображают вот таким хмурым, очень мрачным человеком. И вот Мураками тоже, как бы, в свою лепту вносит в дополнение образа этого удивительного персонажа. Здесь уже будет такой традиции.